У них отняли транспарант, но они и не думали расходиться. Участники пикета заполнили улицы. Они хотели, чтобы их услышали и продолжили акцию против милицейского произвола прямо на проезжей части. Москвичка Елена Корязина пришла вместе с сыном Кириллом. Он был в числе тех, кого задержали за несколько дней до этого митинга у метро «Сокольники». Я пришла поддержать сына, чтобы они физически не расправлялись с ним и его как человека не унижали. Тогда Кирилл даже сразу не понял, что произошло. Он просто гулял с друзьями, а тут наряд милиции. Когда Кириллу надевали наручники, ему даже не объяснили причину задержания. Руки мои просто посинели через буквально полчаса. Через полчаса такого общения у метро «Сокольники» Кирилла и еще шестерых ребят забрали в милицию. Дежурный по отделению, который сидел за окошком, на самом деле сказал, что вас сегодня будут убивать. Там уже, когда затащили на территорию, схватив меня с залом, мы открыли дверь. И там уже просто без всяких слов начали ничего не спрашивать. Сразу, наверное, на протяжении более 10 минут просто избивать без остановки. Попав в отделение, эти ребята сразу не верили в то, что с ними это происходит на самом деле. Мне вот и избивало 6 человек в один момент. Когда у меня случился сердечный приступ, то есть у меня началось астматическое дыхание, то есть очень сильно билось сердце. Начали дальше на полу избивать. Эти фотографии ребята сделали через неделю после избиения. Синяки и ссадины не зажили до сих пор. У Олега шрам на лбу. Похоже, уже не сойдет никогда. Когда его били по голове, по лицу, кровь из носа пошла. Начали орать на него и продолжать бить из-за того, что он им кровью пачкает в пол. Этой громкой историей уже заинтересовались правозащитники. Несмотря на то, что доказать вину сотрудников милиции в таких случаях практически невозможно. До сих пор возбуждено уголовное дело. Вы будете смеяться не против избиения этих, не по факту избиения этих молодых людей, а по факту физически каких-то там увечий милиционерам. Фарактер тех повреждений, которые ребята демонстрировали, они, в общем, говорят о том, что было именно избиение. То есть такие повреждения невозможно получить в ходе драки. Правозащитники отмечают, в милиции явно не рассчитывали, что история с задержанием нескольких подростков выльется в такой грандиозный скандал. У меня нет оснований полагать, что со стороны ГУД Москвы будет предпринята попытка замазать эту ситуацию. С того дня, как студенты и милиция встретились у входа в метро «Сокольники», прошло ровно две недели. Все это время родители, правозащитники и журналисты ждали комментариев. Но ничего, кроме противоправных действий не было, от милиции так и не услышали. Горячие случаи этой недели. Недостоверно, но интересно. Все, что мы слышали сами и что нам рассказали по секрету. Любопытная информация из мира политики и шоу-бизнеса. Четвертое место. Говорят, что Рената...